303 видеоролика о ветеранах Великой Отечественной войны. Именно столько работ поступило на медиаконкурс «Мы победили, жизнь продолжается», который в нашем регионе ровно два месяца назад объявил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Конкурс проводит его фонд социального содействия при поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Если судить по географии участников, ролики присылали из других регионов страны. Но все же основная часть работ – это старания жителей Алтайского края. Идет работа над фильмом «К одной победе». А это съемочный процесс. Над созданием ролика работает семья Шалупиных из Бийска. Не просто, признаются участники, было уложиться в заданные рамки. Перелистывая семейные архивы и собирая информацию, Софья о своем герое и любимом прадедушке узнала много нового. Я записала видео около пушки, побывала на площади Фомченко. Но я очень удивилась, когда узнала, что в Криведческом музее находится один-единственный солдатский медальон, который принадлежал моему прадедушке. Все пришедшие на конкурс работы опубликованы на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. И каждый желающий может их посмотреть. Если и говорить цифрами, то первое место у жителей Наукограда. Бийчане сняли и смонтировали 46 видеороликов. 45 заявок поступило от барнаульцев. На третьем месте – Первомайский район. 25 работ. Они уходят. Скоро их совсем не будет. Сегодня им нужно от нас только одно, чтобы помнить. Попечители фонда Александра Прокопьева, которые и определяют тройку финалистов, уже завершают почти 15-часовой марафон по просмотру видеороликов. Победителей определят уже на следующей неделе. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий.